здравствуйте друзья и подписчики моего канала сегодня я получила такой сигнал от одной из своих знакомых значит мы с ней поменялись зига питала он от росточками я и отдала тру землю малыша фотографию сейчас поставлю да я забыла упомянуть что вот налет который на горшочке там вот на грунтике это он остался после того как я сняла сверху мох сфагнум потому что сверху этот зига питала маленький трозе был обложен мхом сфагнумом а она мне дала вот такого малыша вот такого который называется блю бир голубая птичка но вот в таком он виде я его сейчас обработала не очень мне понравилось вот эти вот листья какие то не очень симпатичные в общем я все это обработала замочила в крепком растворе зеленого мыла там что-то всплывало не знаю я это все полоскала еще раз замачивал не знаю в общем что это но просто поступил такой сигнал что на моем малыши от розе блю клещи и я естественно так не очень мнительный человек но меня это взволновало я тут же пошла на стойку на кухонную стала осматривать свое растение ничего там не заметил никакого присутствия клещей но если даже есть какие-то насекомые в грунте там подоры или шмадуры но всех сучит они клещи это все ерунда я уже как-то говорил в одном из своих видео что но не может быть совершенно стерильный грунт вот мнение что нет никаких насекомых но я не имею ввиду там щитовку там клеща потом мучнистого ну другие есть какие-то присутствуют насекомые всякая мелочь которые все равно по любому это же органика во первых корни органика во вторых грунт он же тоже вот кора она же тоже раскладывается естественно происходит такое разложение вот это вот древесной субстанции непременно заведется какая-то это вот просто я как-то я прям себе в голову вот это вот у меня вошло думаю лучше бы я вот это вот вообще и не слышала и не видела потому что меня тут же на ум приходит ну например я не буду имена говорить люди которые много лет занимаются орхидеями которые имеют большие оранжереи большие теплицы но я не думаю что у них там прям все так стерильно потому что там ну просто зашкаливает за многие тысячи наличие в растении и и там же не не ходят же не раскладывают моя дорогая я не буду имени называть ты меня будешь смотреть я знаю но никто же не ходит же не раскладывать резаную картошку резанные яблоки и резанные огурцы обязательно что-то там есть и опять же не происходит какие-то регулярные вот эти вот с целью профилактики да обработки происходит но не так чтобы до фанатизма я как-то вот не фанатею к этому я визуально осматриваю растение я не вижу ни налета ни паутин не каких-то повреждений листьев не каких-то вот таких вот знаете как бывает если клещ или что-то там заводится такой вот ну там может быть липки какие-то вот пятна ничего этого нет в общем я зря я как бы разнервничалась потому что я на самом деле что-то до побежала начала пересматривать свои растения фикс ним с кто там бегает в грунте главное что они не приносят вреда потому что растения периодически обрабатываю на не обрабатывая их там акрицидами инсектицидами а так вот ну или бонафорты обрабатываю или зеленым мылом обрабатываю промываю грунт замачиваю если когда в ванной какие-то промывки там делаю замачиваю тоже в растворе зеленого мыла грунт в общем все проехали дальше про вот этот вот зигопиталу маленький вот в таком вот он состоянии хорошим что-то меня прям причпокало мозг правда честное слово в замечательном состоянии вот такие у него отличные корешочки с января 18 года наросли все у него здесь прекрасно замечательные листики вот такие замечательные корешульки в общем ладно все моя голова начинает остывать я просто хочу его обратно посадить я еще раз повторюсь отделила эту бульбу и буду обратно вот так вот загружать и что-нибудь говорить чтобы успокоиться да сегодня у нас был работе такой насыщенный день у нас сегодня поздравляли воспитатели родители слушайте у нас родители настолько вот но не только у нас а вообще сейчас я так понимаю что даже не столько упирается в материальную часть дела вот я сегодня просто увидела одна родительность родительница сделала одно из наших воспитательниц очень красивую композицию из суккулентов и обязательно поставлю фотографии в конце этого видео вот 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 мошки летают да вот я мошку грохнула сейчас а вот может быть где-то там их какие-то личинки бегают ладно проехали так далее в грунте здесь никого вообще не вижу далее ой слушайте такая композиция шикарная я таким интересом восторгом осматривала и и я заподумывала таким же образом посадить свои суккуленты я однажды была в ашане и видела такую же точно плошку вот я думаю сделала ка я такую же штуку себе красиво у меня правда не так много суккулентов и не такие они всякие яки но что-то можно и придумать вот так вот я его наш красивый за капиталом вот так вот я его сейчас пальчиком возьму за листик вот так и вот так вот наверно как-то я буду сажать у меня ничего не получается ничего мне не получается вообще не знаю что делать видео перезаписывать я не буду буду я сейчас как-то вот так вот сейчас делать да расстроилась я конечно с этой новостью про клещей расстроилась но тут же остыла очень приятная такая история ну что делать что делать как не вот так не успокоиться так не это если бы я видела хотя бы я не видела там никаких не это да там есть на вот на этой вот части да у того моего утро зеблю такие коричневые штучки они должны коричневые какие-то бежевые но это я так думаю что это от переуложнения потому что он тоже был как вот этот зиг на проращивание постоянно находился во влажном грунте сейчас то я вот уже пересажу я конечно уже не буду использовать вот эту вот систему как я ставила вот этот горшок вот в этот горшок уже это все уже уйдет у меня будет он совершенно по-другому но в этом же самом грунте я просто я сейчас вот его посажу и этот грунт промою довольно таки теплой водой из-под крана и все на просушку и без страха и упрека без всяких яких заморачиваться я что-то я не буду не знаю я сколько у меня люди брали растения мне никто не говорил что у меня там какие-то вредители какие-то клещи и я сама правда вот честное слово я как-то я не не фанатею по поводу поиска всяких насекомых когда явно не видно изменений никто не жрет листья листья не деформируются ни никаких этих самых я уже даже сейчас прям буквально там полчаса назад я быстро пробежалась по информации думаю может быть мне купить одну упаковку хищных клещей у меня здесь недалеко есть база на беговой она у нас здесь беговая улица в москве находится и там продаются хищные клещи вот думаю может мне такое чудо завести себе и так уже чтобы уже вообще уже не травить ничего и и самой не травиться и не заморачиваться так на всякий случай знаете как типа пусть будут может быть я так и сделаю на самом деле потому что там упаковку клещей вот этих вот хищных которые не вредят растениям хватает на очень много горшков просто запустить этих животных потому что клещ это животное это не насекомое и пусть они гуляют себе там кого смогут того и сожрут кого успеют а кого кого не успеют а и него кстати вот интересно а а когда если никого нет никаких животных в растениях чего они жрут ну это я так как бы рассуждая у меня все перемешалось в голове не знаю что это у меня получится за видео ну в общем вот такая вот у меня получилась посадка я просто я немножечко его постучу по пристучу его грунт который лишний конечно уберу отсюда он так не будет чтобы никто не смущался что это глубоко его посадила сейчас я его обстучу и будет все очень симпатично пока я буду стучать я покажу вам фотографии вот той композиции о которой я сейчас говорю и ну вот я его в общем помыла обстучала его вот такая вот посадочка получилась симпатичная теперь он уже не заглубленный вот так вот палочку я здесь около него поставила сейчас его еще немножечко пошатывает но он быстро укрепиться я сейчас поставлю на стеллаж под досветку чтобы чтобы он укрепился за за грунт быстро произойдет малыши они очень быстро адаптируются посадкам пересадкам тем более у него крышки такие хорошие ну в общем вот я показала вам вот такую композицию вот о той как который я вам говорила что я хочу так сделать это я буду держать у себя в голове потому что мне хочется повторить может быть не совсем вот как сделала это родительница ну что-то типа этого может быть даже в меньшем объеме ну еще вот так вот будет он у меня расти вот в этом вот же горшочке в этом же своем грунтике промытом только будет стоять в у него будет такая маленькая мисочка от сметанки как у меня все мои малыши и будет поливаться не сверху а снизу доливом водички то здесь у него сейчас будет все просыхать и все у нас будет хорошо даже плевать не буду даже фото фу не буду говорить замечательное растение все мои малыши чистенькие красивенькие и ничего у нас нет если еще купим хищных хищных клещей которые пожирают все на свете то нам будет тогда вообще счастье на этом я с вами прощаюсь при поднятом настроении всегда ваша бокова наташа